Дорогие родители, добрый день! Вас приветствует челюстно-лицевой хирург научного центра здоровья детей Гинтер Ольга Валерьевна. Сегодня мы вам расскажем о такой важной проблеме как нёмноглоточная недостаточность. Что же это такое? Недостаточное смыкание мышц нёмноглоточного кольца проявляется назализация речи, гнусавостью и может приводить к запросу пищи в нос, а также сопровождаться эксудативными отитами, нарушением слуха. Нёбноглоточная недостаточность проявляется, как правило, после операции по поводу врожденного дефекта нёба и при скрытой расщелине, когда отсутствует достаточная функция мышц нёбноглоточного кольца. Причины нёбноглоточной недостаточности могут быть разные. Это и некорректно подобранные методики первичной операции при врожденной расщельине нёба, это и осложнения послеоперационного периода, в частности воспаление и расхождение швов и неправильное ведение больных в послеоперационном периоде, отсутствие должных рекомендаций по ведению пациента. Надо отметить, что нёбноглоточное кольцо — это нервно-мышечный комплекс и лечение должно быть направлено прежде всего на восстановление и нормализацию его функций. После проведенного хирургического лечения мы рекомендуем обязательное проведение реабилитационных мероприятий. Важно обучение родителей проведению массажа нёба, щёк, губ, языка. Проводится физиотерапевтическое лечение, направленное на нормализацию формирования рубца. Важную роль играют ранние логопедические занятия. Ребенок находится на динамическом наблюдении челюстно-лицевого хирурга, с которым согласуются те или иные манипуляции. Что касается лечения нёбноглоточной недостаточности, если она уже диагностирована, то также существуют разные методики хирургического лечения. Это, как правило, лоскутные операции, целью которых является уменьшение остаточной площади при недостаточном смыкании нёбноглоточного кольца. К сожалению, эти операции могут приводить к дополнительному рубцеванию и могут ограничивать нормализацию функции нёбноглоточного кольца. В нашем центре запатентована малоинвазивная методика лечения нёбноглоточной недостаточности, которая позволяет улучшать смыкание нёбноглоточного кольца и уменьшить нозализацию речи с минимальным послеоперационными осложнениями, а также исключающие значительное рубцевание. Для диагностики степени выраженности нёбноглоточной недостаточности мы проводим назофарингоскопическое исследование. Данное исследование позволяет определить наименее подвижные стенки нёбноглоточного кольца и определить тактику лечения. Степень смыкания мы анализируем с помощью разработанной нами компьютерной программы, которая позволяет достоверно определить динамику лечения. Если у вас возникли какие-либо вопросы по диагностике и лечению такого важного заболевания, как нёбноглоточная недостаточность, вы можете записаться на консультацию к челюстно-лицевому хирургу Научного центра здоровья детей Гинтер Ольге Валерьевне. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями!